Наш следующий сюжет из села Карманово, Григориопольского района. Местные жители, которые держат в хозяйстве коров, не знают, куда девать молоко. Сегодня же эту тему обсуждали на совещании в правительстве. Почему молоко стало ненужным, разбиралась Светлана Мартынюк. Жители села Карманово обратились на ТСВ за помощью. К ним перестал приезжать молоковоз комбината. И теперь все молоко в селе пропадает. Что теперь делать, чтобы разобраться в проблеме, мы приехали в само село. В Карманово к нашему приезду собрали сход. Здесь рядом пункт приема молока. Теперь он чаще закрыт. Люди говорят, молоковоз Терраспольского комбината все же приезжает. Но через день. А что делать с молоком в остальные дни недели? На заводе говорят, что нет рынка сбыта. Куда они эту молоко девают? Сейчас не берут. Три дня столько. В неделю молоко берут. Это получается в месяц 12 дней. А у кого 4-5 коров, 100 литров молока в сутки. Говорят, отдыхайте. А корову что, можно поставить на паузу, отдыхать? За литр комбинат платит 6 рублей 40 копеек. Люди говорят, рады и этим деньгам. Потому что отвезти свое молоко на базар получается далеко не у всех здесь. До Григориополя больше 20 километров. Регулярной маршрутки в район и обратно нет. В Григориополь вы можете отвезти куда-то на базар? Да не нужно оно там. Там комбинат хватает уже. Там уже заняты эти ниши. Мы попробовали на Тирасполь поехать с молочкой. Приехали. 450 рублей машину заправить? Приехала. Заплатили за справки, за то, за все. Место. Найти ты там. Там такие кланы, что ты делаешь дешевле. Бабуля подходит и говорит, ой, а что у тебя дешевле? Блин, а, наверное, что-то не то. Мы, значит, раздаем молоко родственникам, друзьям. Мне гости приходят, я вечером в нагрузку каждому побутали молока отдаю. После схода едем на поле. В этот загон вот-вот пастухи приведут стадо. Дойка в обед здесь – это святое. Пропускать нельзя, иначе коровы будут болеть. Нас тоже пригласили на дойку. Доить здесь умеют все – мужчины и женщины. У Алены две коровы. Что вы делаете там предварительно? Помыла. Намазала жиром. Таблеще было доить. Дойка трижды в день. Даже из села надолго не уехать, говорят местные. Будто привязаны к любимой корове. Кто-то делится молочкой с соседями, некоторые кормят молоком домашнюю живность. Полный холодильник. Сметаны, творога, брынзы, молока. У нас уже все его наелись. Я что с ним уже делать? Кур и творог кушают. С меня молоко пьет. А мы без денег сидим. В Карманово два стада. Всего чуть больше 150 коров. А люди удивляются, что это за парадокс. Несколько лет назад, когда в селе держали больше коров, все говорили, молока в стране не хватает. А сейчас, когда стада уменьшились, молока стало слишком много. Сегодня эту тему обсуждали и в правительстве. Дело в том, что за несколько лет больше молока стали производить и большие фермы. У них молоко на переработку берут охотнее. Там есть все условия для хранения, свои корма и ветеринары. Молоко от крестьян на комбинат в больших объемах уже не нужно. Как быть, чтобы и коров под нож не пускать, и комбинат не набрал молока, которое не сможет продать, и думают в правительстве. Светлана Мартынюк, Александр Зелинский, ТСВ.